Педагогика первая и высшая из искусств. С этой знаменитой формулы Константина Ушинского открыли круглый стол кино как учитель. Ректор педагогического университета Игорь Петрищев обратил внимание на то, что дети поглощены тем видеоконтентом, который есть в гаджетах и на телевидении. Первое, что приходит в голову многим родителям и педагогам – всё запретить. Однако есть и другие пути решения проблемы. Один из вариантов, один из путей решения – это правильное использование видеоконтента. И в рамках сегодняшнего нашего круглого стола – это правильное использование тех фильмов, того кино, которые есть у нас в Российской Федерации. Об искусстве кино, кинопедагогике, о том, каким образом кино может помочь в воспитательной деятельности, шла речь на круглом столе. Его слушателями стали учителя, студенты и региональные кинопроизводители. Как отметила министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова, министерство и кинофонд опекают местных молодых кинопроизводителей, которые будут создавать российский киноконтент. Кинофонд проводит для них обучение. Мы заключили также на одном из международных кинофестивалей соглашение с Санкт-Петербургским институтом. И даже в сложные пандемийные годы мы провели не просто онлайн обучение, а мы провели очень полноценное обучение в двух частях. Онлайн и педагоги института приезжали сюда, и выпускники получили дипломы государственного образца Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Министр напомнила, что особое место среди кинообразовательных проектов занимает международный кинофестиваль от всей души. Его главная цель – поддержка и продвижение детского и семейного кино, а значит, фильмов, помогающих подрастающему поколению стать умнее и лучше. Спикером круглого стола стал народный артист Российской Федерации, режиссер Владимир Хатиненко, который подчеркнул, что очень важно, чтобы развитие кинопроизводства было межрегиональным. И вот это совершенно очевидный фактор, когда кино выходит на простор регионально, вот это совсем другое. Потому что это другой мир, другие деда, все люди те же воспитываются в одной системе и так далее и тому подобное, но это все равно другой мир. Люди, это другая система, было и воспитание, это земля, другая, это воздух, другая, это все другое. И это, конечно, дает возможность что-то новое создать и увидеть. К разговору на круглом столе присоединился народный артист Российской Федерации Андрей Соколов. Все должно быть сделано профессионально. Детское кино, казалось бы, если оно существует как понятие, то должны быть и какие-то профессиональные базы. До последнего времени не было, если я ошибаюсь, поправьте, но не было даже в ГИКе кафедры сценаристов детского кино. Да, и вот мы с Малышевым об этом говорили. И вот благодаря нашим усилиям тоже в прошлом году, по-моему, это все-таки осуществилось. Спикерами круглого стола также были актеры театра и кино Полина Агуреева и Федор Малышев, а также директор киностудии Башкортостан Юнир Аминев. Участники обсудили вопросы молодежного и регионального кино как фактора развития киноотрасли, влияния детско-юношеского кинематографа на воспитание детской и подростковой аудитории, дебютное кино как точку роста российской киноиндустрии. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.